В Перми есть кого встречать по одежке. По данным интернет-портала BeIn, это такая рекомендательная платформа, только за последний месяц среди наиболее часто встречающихся предпочтений пермяков в люксовом сегменте есть Макс Мара, Эскада, Эмпорио Армани, Трусарди Джинс. Ну а в целом в нашем городе представлены порядка полутора десятков элитных одежных брендов. Впрочем, как говорят специалисты, просто так они в город не заходят. Если мы говорим про мидл-сегмент, грубо говоря, сегмент среднего покупателя, то мы можем выделять такие бренды, как Zara, Mango, H&M, Bershka. Это те компании, которые выходят только в те города, которые, по сути дела, могут им обеспечить массовый рынок. Если же мы будем говорить про более высокого уровня бренды, такие как Max & Co, Max Mara или Armani Джинс, тоже, в общем-то, могут нам сигнализировать о том, что и такой потребитель у нас тоже есть. Впрочем, ни одной лишь одеждой в крае представлены ведущие бренды. Leroy Merlin, Decathlon, Metro Cash & Carry, Castorama. Названия уже давно нанесены на карту города. Как и разнообразные автомобильные марки и в люксовом, и среднедоступном сегментах. И если все вышеперечисленное мы с вами скорее встретим за городом или на его окраинах, ну то есть там, где есть достаточное количество места, то большая часть элитных вещевых брендов будут сосредоточены на нескольких центральных городских улицах. Зачастую такие условия ставит собственник. Это требования к менеджменту, требования к локализации, то есть к расположению точки продажи, к персоналу, к стандартам обслуживания, к имиджу. По всем точкам коммуникации с клиентами, как правило, у крупных и значительных брендов выстроены жестко прописанные стандарты, которые они только предъявляют на стадии желания открытия бренда, но и проверяют, то есть контролируют их соблюдение. Вторая стратегия, которую выбирают для себя крупные компании, это понадеяться на местных представителей. Но здесь, как показал опыт, справляются не все. Несколько магазинов элитных одежных марок с пермских улиц ушли. К сожалению, бизнес у нас почему-то очень часто стоит на позиции, что мне достаточно открыться, открыть торговую точку, и поэтому все остальные, все, кто вокруг, они должны автоматически об этом получить какое-то ментальное сообщение. Один из моих примеров последних достаточно крупная компания, обороты 8 нулей. Представляем человеку медиаплан, он смотрит на один из телеканалов и говорит, не, не, я это не смотрю. И вот в этом месте, понимаете, все понимание того, что мне на самом деле не должно быть важно, смотрю я это или нет, нравится мне этот канал или нет. Мне почему-то должно быть понятно, что это смотрит мой потребитель. Ну это как бы такой пример, который говорит очень о многом. Впрочем, эксперты не исключают, что недавно ушедшие бренды в Пермь вполне могут вернуться. Условия для этого у нас есть, и покупатели тоже. Если есть платежеспособный спрос, то дальше можно говорить о том, что есть качественные потребители, которые готовы потреблять продукты. Соответственно, экономика развивается в необходимом русле, и с точки зрения определенных компаний регион может быть интересным с точки зрения инвестиций. В общем, рецепт пермского патриотизма предельно прост. Хотите развивать регион? Покупайте. И вам приятно, и инвестиционный климат как-никак улучшается. Роман Попов, Андрей Соловьев, Иван Худяков, Владислав Рашидов. Телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова